Всем привет! Это снова я, Фигусик Бальмонт. И сегодня я пришла к вам с видео «Мои фавориты сентября». Приглашаю всех к просмотру и, конечно же, к прослушиванию. Мне самой было интересно посмотреть, что я любила в сентябре. Потому что, когда мы с вами на ежедневной основе пользуемся какими-то вещами, мы это все не систематизируем в категорию «Мои любимые вещи». Мы просто пользуемся ими, и все. Ну, по крайней мере, у меня так. Итак, я написала себе списочек, принесла сюда все вещи из этого списочка, предварительно дополнив их всякой мелочевкой, которая валялась по дому, но, тем не менее, которую я очень любила. И я хочу вам это все показать. Очки, к сожалению, беспощадно бликуют, поэтому я даже не знаю. Я попробую их спустить на переносицу. Надеюсь, это не будет вас раздражать. Присаживайтесь поудобнее. Итак, мы начинаем. Так. Ой, сейчас я свою старую бобу усажу как-нибудь. Знаете, с чего я хочу начать? Как это... Ладно. Как ни странно, но самым лучшим вложением 700 рублей в сентябре стала покупка домашних тапок. Не знаю, много ли значения вы придаете домашним тапкам, но я люблю, чтобы мои ноги были в комфорте. И вообще, на меня постоянно все кричат, чтобы я носила тапки. А тапки были неудобны, соответственно, носить их не имелось ни малейшего желания. Но на шине, в мою посреднюю закупку, я приобрела вот этих малышей, прям с полушару сейчас в них сижу. Ребята, девочки, мальчики, это тапки боков. Они настолько мягкие, они настолько удобные. Я хожу в них просто реально не снимая. С того момента, как они у меня появились, это просто лучшее. Это просто лучшее, что могло придумать человечество. Но они еще такие милые, и мягкие, и пушистые, и нежные. И в общем, если у вас такая же проблема с тем, что вы не любите носить тапки, ходите босиком, простужаетесь в это нелегкое время, вот она моя вам честная и прозрачная рекомендация. Я знаю, у меня много любителей обувных триггеров, поэтому повторюсь, они невозможно мягкие, нежные, уютные и удобные. Кстати, я их уже месяцно ношу в атакумане состоянии после ходьбы по дому. Относительно чисто у нас. Вот такие вот, значит, тапки сейчас надену обратно. Следующее, что я вам хочу показать. Я даже не знаю, с чего начать, здесь только всего. Ну, давайте начнем с условной техники. Это я, милый, это, наверное, зайчик-освежитель воздуха, ой, увлажнитель воздуха. Заказывала на Алиэкспресс, но меня обманул продавец, потому что я заказывала дополнительные 10 фильтров, а он в них не положил за сранец. Так, ты куда вышел? Пошел обратно. Помимо того, что он увлажняет воздух, хотя на самом деле сомневаюсь, потому что такая малютка может что-то там увлажнить, но он еще переливается разными цветами, и его можно использовать как ночник. Сейчас у меня там водичка, потому что он у меня работает почти все время, что с момента появления. Вещица крайне милая, не сказать, что особо функциональная. Мне все-таки кажется, что рабочий увлажнитель воздуха должен быть больших размеров и поглощать большие количества воды, чтобы хоть что-то там увлажнить. Тем не менее, скорее его предназначение в том, чтобы радовать глаз, что он и делает. У меня действительно поднимается настроение, когда я на него смотрю. Очень странно, я поставила фиксацию экспозиции, это значит, что не должно быть пересветов. Но они есть. Вы такая вот прелесть. Может, немножко нам с вами поярче сделаться? Нет? Нет, что-то не очень, да? Давайте так останемся. Следующее из... Не знаю, можно ли это назвать техникой зеркало с подсветкой. Это зеркало с подсветкой Hello Kitty. Единственный его минус в том, что я не понимаю смысл вот этого вот. Да, он светит, но этот цвет настолько тусклый и блеклый, что разглядеть ничего вообще невозможно на своем лице, и поэтому в такой толщине и в наличии подсветки явно смысла большого нет. Ну, посмотрите же, какое оно милое. Ну, девочки, мальчики, здесь еще такой подносик, я на него обычно складываю свое украшение или какую-то косметику. Сзади у него, кстати, еще USB-разъем. То есть, когда, видимо, какая-то встроенная батарейка сядет, можно будет пользоваться этой подсветкой через кабель. Ну, что я могу сказать? Ну, сделана она довольно хорошо, но, опять же, какое-то супер качество. Я не могу сказать обычный галимый пластик, но, опять же, какое же оно милое. Оно подкупает своей какой-то наивностью, тем, что на него просто приятно смотреть. Ну, да, очень легкий пластик, такой галименький. Слушайте, а зеркало-то тоже пластиковое, судя по звуку? Или как? Не поняла, если честно. Давайте перейдем немножко к волосам. В этом месяце моим фаворитом стала расческа для мокрых волос Denkle Teaser. У нее по корпусу и по ручке глиттер. Хотела сказать, встроенный. В общем, она тоже прелестная, маленькая. Я действительно расчесываю мокрые волосы, потому что у меня настолько плохие волосы, что, знаете, им уже как бы не особо можно навредить. Я считаю, покупала все это дело в Литуаль по скидке рублей за 700. Если у вас нет возможности купить эту расческу, я не думаю, что вам стоит сильно расстраиваться. На рынке очень много бюджетных аналогов. и у нас будет длинный и очень много длинный длинный и длинный и длинный длинный и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Милая вещица Но знаете, проблема в чем? Проблема в том, что После моей короткой стрижки У меня вот здесь Очень короткие волосы То есть посмотрите, это все Спереди, поскольку у меня удлиненная кора И у меня волосы намного длиннее И если я делаю крабик высоко То Вот эти шалунишки Выпадают Это смотрится не очень красиво Поэтому снизу приходится фиксировать Чем-то, потому что смотрится Это неопрятно Поэтому делала я эту прическу Так часто Как мне позволяла моя лень Потому что Вы знаете, я по волосам вообще нет Ну звучит по крайней мере приятно У нас соседи опять какой-то Тихо Скоро с нею бензопилой там устроили Держитесь Напишите, носите ли вы крабики Так, дайте я свои тапки драгоценные скину Сяду, как это называется По-турецки Потому что Старость, не радость, девочки У меня спину уже прищемило Вот так Че-то я темная какая-то Я понимаю, что я не славянской внешности Но сейчас что-то совсем темнота какая-то Так Ну здесь у нас уже что-то типа Beauty Related Пошло Обожаю Спрей Victoria's Secret Vanilla Bear Vanilla Во всех ее Как это называется В общем Парфманьяки, напомните мне Как это называется Когда есть вот Один оригинальный аромат Ну например Dior Poison Girl И там есть еще Dior Poison что-то там Или как от Diffin Loran Opium Потом выходит Opium Black Opium Floral Вот оригинальный Это Bear Vanilla А это у нас Bear Vanilla Frosted И еще есть Очень много вариаций Этого Bear Vanilla Подсосала я Оттуда где-то Осталось у меня Чуть больше Половины Оригинальный Почти Почти вообще Выссал до конца Он у меня лежит В спортивной сумке Когда я все-таки Соизволю Поднять свою Пятую точку Принести ее Страдаючи В зал Вот Я эти Мисты За полную цену Никогда не покупаю Потому что 1499 рублей Это Дичайший Оверпрайс Особенно Имея информацию Которую знают все Что Там Перед какими-то Праздниками Типа Новый год 8 марта 14 февраля Виктория Сикрет Продает Суэмис И позже Суд рублей Абсолютно Все Поэтому Как бы Девочки Какие 1499 рублей Когда 599 И поехали Затариваться К чему Я развела Эту тираду А не к чему Просто так У нас здесь С вами Black Sugar Fresh Mint Pear Vanilla On Ice Естественно Он напоминает Оригинальные Pear Vanilla Но Здесь просто Чувствуется Ментол Или мята Сладкая мята Не прохладная Не морозная А вот Рафинированная Чуть присыпанная С сахаром Как клюква Такая Приклушенная Свежесть Потому что Аромат Теплый Окутывающий Мне все-таки Кажется Рановато Еще Рановато Я его достала Но у меня Все остальное На той квартире Поэтому И кстати Я закончила Еще один аромат Вроде бы Love Spell Он называется Нет не Love Spell В общем Какой-то В фиолетовой Баночке Я закончила Полностью Что со мной Случается Крайне редко Потому что У меня Этих мистов Одним местом Жуй Не пережуешь Ну конечно Это баловство Кстати Я вообще Даже не думала Что Эти мисты На вас Слышно Даже вам Самим А уж тем более Кому-то Но один раз Я набшикалась Пришла В магазин И девушка Консультант Милейшая Заметила Что от меня Вкусно пахнет Чем-то сладеньким Поэтому Если вы С ног до головы Обольетесь Как я обычно Это делаю Кто-нибудь Должен Это все дело Заметить Я уже жду Когда они Опять объявят Эту цену В 599 рублей Я побегу Как сайкак Обчищать Полки Следующее Спирт попал в горло Горечь прям пошла Как вы знаете А скорее всего Вы не знаете Потому что Я ничего не рассказываю У меня Ширная Комби Кожа И Сегодня Это все Отошло От окраинности Потому что Я проснулась С шелушениями Усправедливости ради У меня никогда Не бывает Шелушений Как бы там плохо Я не увлажнялась Ни зимой Ни это самое У меня нечувствительная кожа Но Сегодня я проснулась С шелушениями Я поняла Что у меня шелушатся Даже веки Я поняла Что Так жить нельзя И срочно нужно Что-то делать Я затарилась масками И теперь делаю маски Каждый день Экспресс курсом Ну типа Я думаю Что две недели Я поделаю маски И все станет нормально Я не знаю Я тут притащила Буквально Малую часть Того Что у меня В запасах Лежит Такую масочку Я еще не пробовала Она меня привлекла С естественной упаковкой Хотя сейчас я понимаю Что она похожа На один Небезызвестный Эмоджи У нас здесь кстати Минеральное масло В составе На втором месте Жирные спирты Беги Короче Состав такой Что нам заявляет Производитель Конечно же Меня заманило Слово Зуфле Вы знаете Меня легко Можно поймать На слова Зуфле И молоко Молочное Я обожаю Все что связано С молоком Во-первых Я обожаю Само Само по себе Молоко Пастеризованное Коровье Я обожаю Обожаю Слова молочко Медом и молоко Клубникой Молоко Бананом и молоко Банановое молоко Миндальное молоко У меня можно Вообще Вот так вот Сказать Если производитель Косметики Напишет Молочный Там протеин Или Запах Там молока С чем-то Я сделаю Вот так вот И попреку Потому что Ну как-то так Мои хорошие А здесь Меня привлекло Слово Суфле Я сразу Такая Деньги Бери мои Бери мои Бумажные Давай Бери Деньги мои Маска Суфле Значит Мед Предназначена Для ухода С уставшей Кожей Повышает Ее тонус И придает Заряд Бодрости Помогает Сохранить Красоту И продлить Молодость Хорошо Мне надо Экстракт Меда Содержит Органические Кислоты И антиоксиданты А где здесь Экстракт Меда 2 часа Здесь еще Силиконы Есть Слушайте Еще Захар И новый Состав Понятно Так Также Мед Обладает Сильными Антибактериальными Свойствами Устраняет Шелушение Регулирует Выделение Кожного Сала И очищает Поры Экстракт Какао Напитывает Клетки Влага Восстанавливает И омолаживает Кожу Борется С воспалениями Тонизирует Гиалуроновая Кислота Прекрасно Поддерживает Увлажненность Кожи А есть Здесь Гиалуроновой Кислоты Тоже Не вижу А вот Экстракт Меда А вот Она В конце У нас С вами Гиалуроновая Кислота Хорошо Посмотрим Соседи Там Просто Что У нас Еще Такую Масочку Тоже Пока Не Пробовала Кстати Все маски Заказывала В золотом Яблоке Так Кстати Ко мне Сейчас Подарки На день Рождения Все еще Едут Кое-какая Косментика Напишите Если нужно Снять видео О покупках Подарков Косметики Что У нас Здесь Я не вижу Здесь Плохо Видно Тканевая Маска Задержит Натуральные Ингредиенты Поддерживает Здоровье Вашей Коже Влажняет И придает Ей Сияние Маска С экстрактом Чайного Дерева Обладает Противоспалительными Антисептическими Действиями Вводит Токсины Что интересно У нас такие Токсины Которые Надо из кожи Выводить Ох Ужедая Антинаучная Ересь Очищает И сужает Бород После Токси После вывода Токсинов Я даже Читать Не хочу Дальше Эти маски Эти маски От Елизавейки Постоянно Есть На скидках Рублей За Шестьдесят Шестьдесят Пять Вот за эту Цену Я советую Вам их Брать Дороже Не советую Как в принципе Я советую Маски В целом У них Очень тонкая Вот эта Сама Масочная Тканевая Основа Очень приятно Ложиться На кожу И лекала В принципе Не через Чур Какой-то Огромный И не чересчур Маленькая В самый Раз На этот раз Я взяла Две Свои любимые Центелла Азиатская Я очень люблю Этот компонент Листовая маска Для лица С экстрактом Центеллы Питает Увлажняет Кожу Снимает Отеки Уменьшает Видимость Погрязнению Крепляет Сосуды Борется С морщинами Гиалуроновая Кислота Препятствует Испарению Влаги Сохраняя Оптимальный Уровень Увлажненности Кожи Экстракт Центеллы Азиатской Выводит Токсины Хорошо Здесь Что Гиалуроновая Кислота Интенсивно Увлажняющая Маска Отлично Справляется С таким Недостатком Как Согрязненные Поры А как Увлажняющая Маска Справляется Согрязненными Порами Я что-то Либо я ничего В этой жизни Не понимаю Либо Ну Все-то пошло Не так Перейдем К чему-то Где Ничего Не написано Что не может Меня Шокировать Так Я кстати Уже давно Пришла На Мягкие Умывалки И вот Уже У меня Вторая Бодья Идет От Е Куки Клейсинг Чел Это у нас С витамином Е И Кукумбиром Вот Эта Марка Представлена В золотом Яблоке Если Кто-то Хочет Нежное Мягкое Очищение Но Эффективное Для своей Кожи Я вам Очень советую Попробовать Эта Умывалку От Е Кукинг И Их Пилинг Стоит Конечно Как Чугунный Мост Тот Пилинг Но Он Того Стоит Кислотный Справедливости Ради Скажу Что Здесь Вот Эта Штучка Съежилась Поэтому Я не могу Прочитать Какую ересь Они там Пишут Внутри У нас Мутноватая Жижа Звук Мне кажется Оно Издает Посредственный Вот Такая Вам От Меня Рекомендация И Поскольку Я знаю Что Мы С вами Любим Бюджетные Какие То Средства Я Нашла Для себя Открыла Российский Наш Бренд Art&Fact По Первому Взгляду На Упаковку На Позиционирование Бренда Как Мне Кажется Они Пытались Сделать Российский Аналог За Орденари Вот Почему Я Так Считаю Потому Что На Своих Баночках Они Пишут Название Активов Активов Что Они Пишут Название Активов Того Или Иного Средства То есть Они Не Пишут Например Средства От Сыворотка Антиакне Они Просто Пишут Что Например Лэктик Эйси Это 10% Молочной Кислоты И 2% Гиалуроновой Высокомолекулярной Кислоты И Вы Сами Решаете Выстраиваете Комбинируете Наслаиваете Уход Для Того Кто Не в теме Ухода Это Сложно Но На Их Сайте По Вашему Типу Коже Они Пишут Какие Средства Вам Подойдут Что С чем Можно Сочетать В общем Всячески Пытаются Помочь Тем Кто Действительно Хочет Разобраться В уходе Ну а Самое Приятное Это Довольно Неплохие Составы Действенность И Приятные Цены У меня Со скидкой 15% Вот эта Сыворотка В объеме Классическом Сывороточном 30 мл Вышла Мне В 300 Рублей Девочки Но После Пилингов За 3500 Я считаю Что Найти Эффективное Средство В такой Ценовой Категории Это Подарок Я Пока Не могу Ничего Сказать По поводу Этой Сыворотки Я Ей Пользуюсь Около Недели У меня Еще Есть Тоник С Витамином С И Просто Галуроновая Сыворотка С Витамином Про Витамином В5 Я Не хочу Никому Советовать Какие-то Средства Вот такие Активы По уходу За кожей Но Просто Если Вы Хотите Знакомиться С этим Брендом Зайдите К ним На сайт Пройдите Тестирование И он Вам Выдаст Какие Сыворотки Вы можете Попробовать Какие Средства Вы можете Себе Купить И с чем Одно Другое Сочетать И Кстати Не могу Не отметить Довольно Лаконичный Дизайн Который Не выдает Цену Бутылочка Тоже Очень Приятная Буду Пробовать Все Потому Что Тоник С Витамином С Я еще Не Открывала Тоже Такая Вам Бюджетная От меня Рекомендация Потому Что Мы Девочки С Вами Мальчики Бюджет Любим Но Тогда Когда Он Действительно Рабочий Еще Кое Что Бюджетное Это Вот Эта Палетка От Эвелин Мы С Вами Делали Ей Забурбенский Забурбенский Макияж Уже Это Закос На Урбан Дикей Урбан Дикей Что-то Вайлет И Девочки Я Все Еще От Нее В Диком Восторге Особенно Мои Любимые Два Оттенка Или Три Это Вот Этот Вот Этот И Вот Этот Качество За Свою Цену Просто Топ Оттенки Шиммерные А Не Просто Как Масло Конечно Если Вы Привыкли Пользоваться Такими Тенями Как Анастазия Что там Туфейс Наташа Динона Вы Такие Э Когда Вам Придется Больше Там Двух Раз Наслоить Какой-то Оттенок Ну Да Придется Но Ради Вот Этих Шиммеров Я Считаю Что Можно И Знаете Потерпеть Давайте Я Вам Сделаю Некоторые Сводчи Я Конечно Не Уверена Не Уверена Что У Меня Это Получится Сделать Но Цвета Действительно Просто Невероятные Не Не Очень Не Очень Не Очень Совсем Не Очень Это Видно Особенно Shift В Голубой Вообще Незаметно Ладно Это реально Бесполезно Опа И Снова Седая Ночь И Только Ей Доверяю Я Знает Седая Знаешь Седая Ночь Ты Все Мои Тайны В общем Палетка Огнища За свои Деньги И снова Бюджетик Вот Воспощадный Крот Или Или Крот Тихо Да Он Рыжеват Но Это У меня Справедливости Ради Оттенок Обезусно Рыжеват По-моему Это Темный У меня Цвет Поэтому Да Он Рыжит Но Знаете Рыжины Боятся В бронзеры Не ходить Поэтому Я Спокойно К этому Отношусь Ради Желковистой Текстуры И Запах Можно Простить Все Однозначно Мой Фаворит И По состоянию Футлярчика Конечно Это Можно Подтвердить Дальше Скажу Вам Немножко Историю Вот Этих Духов Ланком Ленюи Драйзер Они у меня В самом Большом Объеме Обычно Когда В магазине Проходит Какая-то Промо-акция И Консультант Вам Говорит Вот Держите Послушайте Наш новый Аромат И Такой Ну Давай Удиви Меня И Потом И Все Мир Вокруг Перестает Существовать Вот Так У меня Было С Вот Этим Брульянтиком От Ланком Я не ждала Совершенно Ничего Но После Первого Так сказать Взаимодействия Я поняла Что Девочки Я Влюблена Я Я Долго Ждала Его На Скидках И Заказала Вот Такой Огромный Самый Большой Объем На Сайте Ланком Официальном Всего Кстати За 3 500 Чему Была Несказанно Рада Опять Таки Если Вы Меня Знаете То Вы Знаете Что Я Люблю Сладко Восточно Курманские Ароматы Этот аромат Не 100% Курманский Здесь Ничего Съедобного Нет Но Здесь Есть Однозначно Ваниль Но Это Ваниль Не Кондитерская Я Даже Не могу Сказать Что Этот Аромат Цветочный Но Однозначно С ванилью Кто-то Соседствует Возможно Это Кокос В общем Это Очень Сладкий Очень Теплый Очень Согревающий Очень В моем Стиле Аромат Если Вам Будет Интересно Сходите Послушайте Я думаю Что Те Кто Обожает Сладкие Запахи Останетесь Довольно Он Кстати Довольно Стойкий Но У него Нет Никакого Раскрытия То Как Вы Нанесли Так Он И Будет Пахнуть Ну и Флакончик Тоже Прелестный Еще Немножко По косметике С вами Пробежимся Моя Любимая Кремовая Румяна Это Двушечка От Фэнди Одни Страубери Трип Вторые Гулберри Гулберри У меня Появились Раньше И Почти Дни Их Сочтены Потому Что Вот Что Я С ними Сделала В порыве Страсти И Значит Страубери Трип У меня Появился Недавно Ждет его Та же Участь Это Совершенно Точно Я могу Сказать Румяна Прелестные Я И пользуюсь Каждый День То Одним То Другим Смотря Какой Макияж У меня Сегодня Следующая Покажу Вам Свои Фавориты Для Лица Из Моего Заказа Сайта ColorPub Это Коллекция PowerPuff Girls Во-первых Очень милая Рельефная Вот такая Упаковочка Во-вторых Вы просто Посмотрите На этот Цвет Это Какой-то Неистовый Коралловый В раме Глазными Никогда Не было Такого Оттенка Румян Поэтому Сейчас Я Отрываюсь Как Могу Но Отдельный Респект За Упаковочке Так И Невероятный Хайлайтер Супершок Чик В оттенке Over the moon Это просто Крем Как будто Вы намазываете Крем И Просто Посмотрите На этот Цвет На самом Деле Это Розый Блесток На Беловатой Базе Но Как же Это Красиво Как же Это Невероятно Просто Красиво И Тактильно Приятно Я В восторге Еще Моя Вам Бюджетная Рекомендация Это Мой Самый Любимый Оттенок Для Губ На данный Момент Это Long Lasting Gel Липлайнер От Lamelle В оттеночке 410 Для меня Это Идеальный Ньют Нет Ну Я считаю Что В принципе Слова И разговоры О качестве Здесь Излишне Потому Что Если Я Рекомендую Значит Мне Нравится А Цвет Достоин Воспеваний В какой Нибудь Оде Осталось У нас С вами Немножко Украшений И Обсудить Что Я Интересного Посмотрела Потому Что Соседи Вообще Борзели Уже Так Во-первых Кольца Вот Такое Кольцо Печатка Очень Суровое В стиле Какого-нибудь Мафиози Пришел Мне Шеин Набор Колец Там Цвет Эмали И Бурлянтика Отличается Вот Такая Тоже Цацка Далее Лаконичные Позолоченые Вот Такого Формата Круасанчик И Вот Такой Набалдашник Вот Такая Вот Она Цыганщина И Три Ой Ой Изначально Было Четыре Подвески Но Одну Умыкнула Мама Их Можно Комбинировать Либо Носить Отдельно От Нас Какой-то Типа Подковый Вторая Черная Эмаль Со Звездой И Третья Самая Красивая Это Луна К сожалению Вам Не Видно Но В Этой Эмали Как Будто Разлитые Блестки Или Какие-то Разводы Короче Просто Прелесть Смотря В каком Цвете У меня Наряд Я Подбираю Подходящую Подвеску И Вот Такие Тяжеленькие Увесистые Серьги Из Сплетенных Цепей Вы Могли У меня Видеть В моем Последнем Видео Ну И Давайте Закончим Тем Что Я Посмотрела В этом Месяце Потому Что Каюсь Каюсь Ничего Интересного Я Не Прочитала Вот Что Я Посмотрела И На чем Я Сейчас Плотно Сижу Это На Канале Уроки Истории С Тамарой Идельман Еще Не разу Своей Уже Достаточно Долгой Жизни Я Не Встречала Настолько Интересного Рассказчика Который Доносит Исторический Материал Не сухо По фактам А С Невероятной Риторикой С Невероятно Огромным Словарным Запасом Речь Просто Как Мед С молоком А вы Знаете Что Я Люблю Для моих Ушей Я посмотрела Огромное Количество Ушей Ее Лекций Лекции Выходят Каждую Субботу Я жду Как Второго Пришествия Иисуса Христа Вот Я Обожаю Если вам Хоть Немного Интересной Истории Либо Если вы Хотите Ее Знать Но Она Вам Не Интересна Если Вам Если Если Вы Имеете Такое Желание Узнать Что-то Новое Не Какие-то Там Банальные Факты О том Какий Человек Правитель Провел Реформы Что-то Более Глубокое И То О чем Говорят Мало Малое Количество Людей И чего Нет В учебниках Я советую Вам Посмотреть Ее Лекции И Конечно Я Просмотрела Не помню Это Новый Сезон Полового Воспитания Ну Что Сказать Запала В душу Переживала За героев Была У меня Конечно К ним Ко всем Дикая Эмпатия Очень Сильно Растрогала И запала В душу Линия С Адамом Грофом И его Отцом Вот Спасибо Что Посмотрели Это Видео До Конца Увидимся С вами В моих Новых Видео Всех Люблю Всех Целую Пока 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 Пока